Это айфон 11 Pro Max, это очень дорого! Сколько он сейчас стоит? Он сейчас стоит 30, может быть 40 тысяч, я не знаю, 50. Я таких никогда в жизни не видела, кстати. Чемодан окупился! Всем привет! Наконец-то новая распаковка чемодана с аукциона. Для тех, кто не знает, чемоданы с аукциона это утерянные чемоданы, которые люди теряют в аэропортах и не могут найти по причине того, что сорвалась бирка и так далее. И если невозможно найти владельцев чемодана, их выставляют на аукцион в Европе и там могут приобрести эти чемоданы люди, которые потом распаковывают их на ютубе, такие как я. Сегодня мы будем распаковывать вот такой вот чемоданчик. Это нулевая группа. Купила я его за 30 долларов и надеюсь, что он нам окупится. По весу он примерно 1 килограмм. Надеюсь, что мы найдем там что-нибудь интересное. Мечтаю найти деньги, технику, золото, что-нибудь такое. Перед просмотром этого видео обязательно поставьте лайк, если вы любите чемоданы с аукциона. Ну а мы начинаем нашу распаковку. Самое мое нелюбимое. Освобождаем чемодан от пленочки. Я не люблю это делать. Я люблю это делать заранее. Но так как вы говорите, что интереснее, когда я распаковываю с пленкой и тратить на это время и ждать. Давайте распакуем его от пленки. Ой, вы знаете, меня уже не радует, потому что чемодан немного потрепанный. Смотрите, видите, какой он такой вот. Видно, что с ним ездили уже не один раз. Вот такая вот зацепка на нем. Не знаю, что это такое. Давайте сразу берем пломбочки. Чемодан опечатан. Так. Как их тут убрать? Наверное, нужно вот так вот залезть. О, получилось. Фух. Только я свои ножницы сломала уже в который раз. Получилось. Так. Фух. Открыли пломбу. И давайте смотреть. Няше тоже очень-очень интересно. Так. Что мы видим? Я так полагаю, это чемодан женский. Мы нашли ушки. Ой, какие-то они маленькие. Может быть, это детские ушки? Странно. Вот такие вот ушки мы нашли в чемодане. Интересные, да? Ушки. Вот так вот они одеваются. Бамс-памс-памс. Мне идут такие ушки. Не знаю, что это за бренд и что это за ушки, но однозначно это интересная находка и очень неожиданная. Пахнет какими-то духами. И это что? Это симпатичная сумочка, кстати. Смотрите, какую сумочку мы с вами нашли. И мне интересно уже, что в сумочке. Не знаю, что за бренд сумочки, но я вижу, что она, возможно, даже кожаная. Хотя сделана под лак. Такая она с ремнём таким симпатичным. Мне очень нравится сумка. Нравится сумка такая? Угу. Классная. Давайте открывать сумку и смотреть, что в сумке. Мне уже очень-очень интересно. Так. Я вижу зарядку. Вроде зарядка на айфон, но блочок как на андроид. Пока не пойму. Вижу, 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 вижу. Наушники. Вот такие вот наушники. И они, кстати, вот в помаде. Вот, видите? Ну, точно девушка ехала. Понятное дело, что ехала девушка. Другого тут не дано. Дальше блеск. Блеск от NYX. Вот такой вот блеск. Такого цвета. Матового, я бы сказала. Дальше. ключи. 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 Ключи с морем. И с... Тут всё на английском написано. USB. Что-то там такое написано. Интересно. И здесь, внимание, флешка. Если хотите посмотреть, что на флешке, и если там не будет никаких запрещенных материалов, то я могу опубликовать. Пишите в комментариях, хотите ли вы узнать, что на этой флешке салатового цвета. Так, тут 16 гигабайт. Интересно, наверное, многое могло бы поместиться. Дальше я вижу какой-то, какой-то интересный карандаш, который, видно, подавился. Видно, что подавился. Давайте его... Вот это, наверное, крышка от него. Интересно, что это такое. Очень странно. Очень странно. Это карандаш, да, наверное, или помада. Тут я больше ничего не вижу такого. Что здесь? Здесь я опять-таки вижу наушники с какой-то наклейкой, которая содрана. Возможно, эта наклейка могла бы что-то нам сказать. Но мы уже нашли две пары наушников на айфон. Вот одни и вот вторые. Дальше что у нас такое? О, я надеюсь, это что-то драгоценное. Нашла какой-то камушек, видите? Который от чего-то отпал. И какой-то чек, тут тоже все написано на английском. Все. Больше ничего в этой сумочке я не вижу. Ну, сама сумка меня, конечно, удивила. Сейчас еще посмотрю, что в этом. Здесь переходник. Тоже для айфона, вот такой вот. Ну, не для айфона, а как это? Для наушников. Вот, для наушников. Интересная женская сумочка. Но мы продолжаем дальше нашу распаковку. Это что? О, это какая-то бумага. Бумага и тоже вот все, наверное, странно написано. Ребят, кто знает, что это? Напишите в комментариях. Потому что я вообще не представляю, что это может быть. Я могу, конечно, открыть, посмотреть. Но, честно говоря, я боюсь, я не взяла с собой перчатки. Вдруг там что-то такое не слишком безопасное для меня. Дальше нашла коробочку. В коробочке пусто. Вот, видите? Все пусто. Запах у нее такой. Видно, что застоялся чуть-чуть. И что это такое? Это какая-то тетрадь. И в тетради какие-то расчеты. Видите, кто-то что-то рассчитывал. Не знаю, возможно, это алгебра или геометрия. Или еще что-либо интересное. Так, это батарейка для чего-то. Какой-то переходник. Ручка. И батарейка. Интересно, батарейка рабочая или нет? Дальше мы еще видим батарейки и переходники. Очень много всего такого. И какой-то очень маленький чехол. Давайте попробуем предположить, что здесь лежит. Я почему-то думаю, что здесь какие-то украшения. А ты? Короче, я открываю. Это чехол для наушников. Смотрите, какие наушники странные. Очень странные наушники. Наушники. Я таких никогда в жизни не видела, кстати. Ты видела такие? Нет. Вообще никогда не видела. Я не знаю, для чего они нужны. Но очень странно. Я попробую прописать. Ну а как прописать это все в интернете? Наверное, вот эти вот буквы буду прописывать и смотреть, что это такое. Ребят, если кто знает, что это такое, пишите в комментариях. Будет очень интересно узнать, что это за наушники такие странные. Так, в этом кармане я больше ничего не вижу. Здесь тоже пусто. И здесь пусто. Давайте продолжим. Почему-то у нас не хочет поддаваться открытию вторая пломба у чемодана. Очень сложно открывается. Вот из-за этого я люблю опломбированные чемоданы открывать заранее. Так, как же сложно, боже мой. Как сложно. Я думаю, надо как-то... Да, здесь не прошло, я поняла. А я только второй отдел. Все пломбики. Очень сложно распаковать. Все получилось, слава богу. Очень много времени мы тратим на распаковку. И открываем следующий отдел. Привет! Я нашла новые носки, представляете? Белые носки. Раз, два, три. Офигеть! Белые носки, чисто белые. Никакой фирмы здесь нет. Я думала, это какие-то брендовые будут носки, а не обычные белые. Обычные белые носки. Зарядка на макбук! Зарядка на макбук. Это значит, что мы здесь можем найти еще макбук, друзья! Так, зарядка на макбук была. Так, это что такое? Это какой-то переходник. Тоже очень странный, кстати. Очень странный. С красным цветом. Не понимаю, для чего этот переходник, может, нужен. Может, для ноутбука или для чего-то еще. Но тут я нашла очень странные переходники. Вот тоже какая-то штука. А тут что-то вкручивается. Какая-то странная штука. И что здесь? Здесь я нашла MP3-плеер. Написано My Life Space. Вот такой вот плеер. И я нашла здесь вот это вот. Похоже на пауэрбанк, но это, скорее всего, не пауэрбанк. Что-то здесь явно... Явно что-то интересное. Няши все тут интересно узнать, что здесь лежит. Еще нашла тоже переходники для чего-то. Очень похоже, как будто это для телека для какого-либо... Или для каких-то устройств. Но пока я не догадываюсь, что это за переходники. Ё-моё! Чемодан окупился! Чемодан окупился, друзья! Смотрите, что я нашла! Ё-моё! Блин, я сейчас буду плакать! Это реально очень круто! Если я его разблокирую, то у меня будет свой собственный айфон. Интересно, это 11 Pro Max или просто 11? Потому что я не разбираюсь. О! У меня сейчас зашкаливают эмоции, понимаете? Я просто, блин... У меня просто это мечта моя была! Айфон найти! Особенно айфон 11-го поколения! Но я просто не могу понять. Настя, как ты думаешь, это Pro Max или 11-й? Няша, блин! Мне надо проситься выйти! Я телефон нашла! Я не ожидала! Сколько месяцев назад он вышел? Месяца 2-3 назад? Получается, человек ехал, новый телефон потерял и сразу он попал на аукцион. И мне пришел этот чемодан! Это просто везение какое-то! Это очень странно! Максимально! И, кстати, этот телефон с чехлом. Я попробую его включить. Няша, иди! Няша не разделяет со мной эту радость. Друзья, если бы вы хотели получить этот телефончик, пишите в комментариях, хочу айфон. Я лично просто... Просто в шоке! Я попробую его разблокировать. Скорее всего, если он новый и его еще никто не включал, то я смогу его с легкостью включить и активировать под себя. А если его уже кто-то включил, значит, мне не повезло и мне придется его продать на запчасти. Как вы думаете, как сложится моя судьба с айфоном? С айфоном 11-м? Пишите в комментариях. Мне очень интересно ваше мнение. И мне самое интересное, что сейчас будет. Я жду Влада с работы. Настя тут просто показывает мне. Блин, у нее на лоб глаза полезли. И до речи отшибся просто. Настя, вообще, что ты думаешь по поводу этого? Я в шоке. Я тоже в шоке. Такого просто не может быть. Это какой-то... Это какая-то фэнтези просто. Это сон. Я хочу ущипнуть себя. Давайте ущипнем. Нет! Это правда! Блин! Это айфон 11 Pro Max. Это очень дорого. Сколько он сейчас стоит? Он сейчас стоит 30... Может быть, 40 тысяч. Я не знаю, 50. В России 100 тысяч, наверное, стоит. Это очень круто. Чемодан окупился. Я купила за 30 долларов. У меня последняя поставка была просто отвратительная. И я начала думать, что чемоданы все отстой. А сейчас мне чемоданы дали просто новое дыхание и новую жизнь. Все, друзья, ставьте лайки. Пишите комментарии. Хотели бы вы еще распаковки чемоданов? И хотели бы вы распаковки утерянных посылок? Я вас люблю, целую, обнимаю. Подписывайтесь на мой инстаграм. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик. С вами была ваша Юля. Я пошла. Я пошла звонить Владу, потому что это просто капец. Всем пока!